Десна ТВ Новости В Десногорске открылся уникальный для Смоленщины Центр обслуживания клиентов «Атомэнергосбыт». Основная цель – это, естественно, максимальное формирование удобных форм обслуживания как клиентов, так и работы нашего персонала. Под председательством начальника управления по делам ГУЧС по Десногорску Андрея Воронцова прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 2 февраля представители местных организаций и ведомств обсудили актуальную эпидемиологическую обстановку в городе. Вызовов стало меньше, порядка 50-50 вызовов в день. Поэтому поликлиника, в принципе, справляется, и на прием приходит меньшее количество людей. Но, тем не менее, заболеваемость именно пневмониями, она высокая. В ковидном госпитале на 2 февраля 52 человека. Положительная динамика по пациентам. За неделю их выписано больше, чем поступило. Поэтому было принято решение о понижении количества коек в госпитале со 100 до 70. Всего же нарастающим итогом на 2 февраля в Десногорске зарегистрировано 1912 случаев ковида. На данный момент у нас карантины наложены в первой школе 1 класс до 4 февраля карантин. И в третьей школе 2 класса тоже до 4 февраля. Продолжается вакцинация горожан препаратом от коронавируса. На этой неделе в распоряжении медсанчасти поступит еще 600 доз вакцины «Спутник Ви». Вакцинация будет проводиться в том числе и выездными бригадами. Атом «Энергосбыт» – крупнейший поставщик электроэнергии в Курской, Мурманской, Тверской и Смоленской областях. Первый обновленный центр обслуживания клиентов на Смоленщине официально открылся 30 января в Десногорске. Уникальность отделения в том, что в нем введены новые стандарты обслуживания и клиентского сервиса. В прошлом году был утвержден новый стандарт архитектурных решений оформления клиентских центров обслуживания, утвержденные госкорпорацией «Росатом». Основные цели – это, естественно, максимальное формирование удобных форм обслуживания клиентов, так и работы нашего персонала. Центр обслуживания клиентов в Десногорске – это единое пространство для приема обращений физических и юридических лиц. Здесь можно получить консультации по вопросам электроснабжения, энергосберегающих технологий, новых цифровых решений. В обновленном офисе реализованы современные решения по зонированию пространства – отдельное обслуживание, универсальная кассовая зона, комфортная зона самообслуживания и ожидания. Это только первая ласточка, и действительно, мы хотим сделать такие центры обслуживания клиентов в каждом населенном пункте присутствия филиала «Смоленская Атомная Газбет» для того, чтобы нашим клиентам было комфортно, очень обслуживаться. Кроме того, Десногорский офис – один из передовых продвижений цифровых сервисов «Атом Энергосбет». Здесь сотрудники готовы предоставить консультацию по использованию личного кабинета и мобильного приложения, а также переходу на электронный документооборот. Адрес расположения – центр в Десногорске, 3-й микрорайон, строение 50. В конце выпуска о погоде. 4 февраля в Десногорске пасмурно, возможен снегопад. Днем около нуля, ночью будет до минус 8. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!